С первым посланием народу Казахстана сегодня выступил Касымжимар Токаев. Реформы силовых структур и судов, покупка квартир из пенсионных денег, самое жестокое наказание педофилам и насильникам, мирные митинги. Это лишь часть инициатив, озвученных главой государства. Своей речи президент четко дал понять, что теперь Казахстан будет развиваться по принципу слышащего государства, основной задачей которого является решение проблем народа. О самых важных заявлениях в материале Рамины Макаримовой. Жилье – одно из самых важнейших и волнующих населения тем. Сделать его доступным, особенно для тех, кто сейчас китается по углам, теперь это главный принцип правительства. Кабинету министров президент поручил разработать единую модель жилищного развития в стране, чтобы не было десятков разрозненных программ. К тому же обзавестись заветными квадратными метрами или оплатить образование детям можно будет с пенсионных накоплений. До конца года специалисты должны разработать механизм. Помогут с приобретением жилья и малоимущим семьям. Мое поручение правительству в течение трех лет – решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 тысяч. Гражданам, которые не располагают доходами для приобретения жилья в собственность, надо дать возможность проживания на условиях социальной аренды. На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 миллиардов тенге. Целую главу своего послания президент посвятил правоохранительной и судебной системам. Их, по словам Токаева, следует реформировать. Образ полиции как силовой структуры должен уйти в прошлое. Ведомство теперь должно стать органом по оказанию услуг безопасности людям. Для этого следует повысить престиж профессии. Начнут обновления МВД с выплат достойных зарплат. На повышение окладов направят порядка 40 миллиардов тенге. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу комитета административной полиции. Сделать это качественно и без компанейщины. Эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех следующих лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов, полиции по принципу цонов. Отдельно президент остановился на ужесточении наказания насильникам, педофилам, браконьерам, а также за торговлю людьми и наркотиками. По словам Токаева, мы увлеклись гуманизацией. Пора вернуться к жестким мерам, так как в стране все еще совершают тяжкие преступления. Эти решения поддержала Аружан Саин. По ее словам, президент поднял много актуальных проблем в сфере детской помощи. Очень важный вопрос был затронут касательно детей с ограниченными возможностями. И в частности, то, что касается проблем детей с ДЦП, что необходимо создать реабилитационные центры в шаговой доступности для детей. На эти нужды была озвучена глава государства цифра 58 миллиардов тенге, которые должны быть направлены в течение трех лет на решение этих проблем. Медицинской помощью будет охвачен каждый казахстанец, заверил президент. С января запустят систему обязательного медстрахования. На его финансирование выделят почти 3 триллиона тенге в течение трех лет. В свою очередь, реализация обязательного социального медицинского страхования призвана улучшить качество и доступность медицинских услуг. В рамках трехлетнего бюджета будет направлено дополнительно более 2,3 триллиона тенге на развитие системы здравоохранения. Правительству нужно предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования во избежание его очередной дискредитации. Права на ошибку у нас уже нет. Конкретные решения коснулись и бизнеса. Микро и малые компании освободят от налогов на три года. Не стоит бизнесменам переживать и насчет проверок. Трехлетний запрет на ревизию вступит в силу со следующего года. Систему государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса нужно перезагрузить, отдавая приоритет новым проектам. Поручаю правительству в рамках новой дорожной карты бизнеса выделить на эти цели дополнительно 250 миллиардов тенге в следующие три года. Нужно активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты создания семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей. И еще несколько тезисов президента. В Казахстане разрешат проводить мирные митинги. Порядок-то ведут в системе госзакупок. Процитирую. Кормушку для чиновников под названием «закупки из одного источника пора закрыть». Обобщая послание, можно сказать, что президент дал понять каждому чиновнику, теперь страна будет развиваться по принципу слышащего государства, которое решает проблемы народа.